Добрый день, дамы и господа! Сегодня я хотел бы обсудить крайне важную тему. Дело в том, что сегодня открылся тестовый сервер Песочницы, и разработчики предоставили нам весьма серьезные изменения в игре World of Tanks по фугасным снарядам. В принципе, в ВГ уже говорили об этом на ВГ-фесте, что фугасики будут более понятные и стабильные. Ну, я еще тогда понял примерно, что это означает. В принципе, все довольно-таки очевидно и прозрачно. Разработчики хотят сделать стабильный урон фугасных снарядов, то есть будет всегда определенная цифра вылетать. Ну, конечно, учитывая наш ВБР любимый, плюс-минус 25%. То есть, например, возьмем КВ-2, у него 910 урона альфа. Но при этом, если ты не пробиваешь, то альфа там, ну, не знаю, сколько там, 200, 300, может, 400. А сейчас сделали 330 урона альфу. При этом всем танкам, не считая арты, подчеркиваю это, арту никак не изменили, короче. Собственно, это только для танков, обычных прокачиваемых тяжей, там, СТ, ЛТ и так далее, вы поняли, кроме арты, короче. И тем самым сделали 0 пробития у всех фугасных танков, кроме арты. Что это значит? 0 пробития, это не значит, я так понимаю, что вы никого не будете пробивать фугасами, вообще там по нулям всегда урон будет. Нет, это значит, что, скорее всего, будет какой-то фиксированный урон. Вот у КВ-2 он 330 тут, то есть, ну, там, плюс-минус 25%. Получается, что вы стабильно, если попали в броню противника, нанесли столько урона. Нерфили это, с одной стороны, это весьма удобно, потому что, ну, бронебойным снарядом, кумулятивным снарядом, ты можешь все-таки не нанести урона. Ну, то есть, ты можешь там в гуслю попасть, не пробить. Но я еще не испробовал работу вот этих новых фугасов. То есть, я не могу с точностью сказать, что все будет гладко, что все работает так, что прям ты всегда наносишь урон фугасным снарядом. Надо еще протестировать, поиграть, конечно, но именно если читать то, что тут написано, то, собственно, это означает, что вы стабильно будете наносить какой-то определенный фиксированный урон. Но при этом не будет таких цифр урона, как раньше, там, по 910, там, по 1000, чтобы вы выехали на КВ-2 и нанесли там 1000 урона, 900 урона. А между прочим, тут, как бы, ну, одним игрокам это нравится, то есть, одни игроки получают от этого кайф, то есть, они, там, пробили и вообще кайфуют, там, вообще и все, как бы, в шоке от такого урона. Это, как бы, такое значимое событие, и не всегда это происходит. С другой стороны, фиксированный урон, это тоже довольно любопытно, что из этого выйдет, то есть, в принципе, мне кажется, что фугасными снарядами в таком случае можно будет стабильнее наносить урон. И это, в принципе, действительно то, что говорили разработчики, то есть, игра становится более такая понятная, прозрачная, очевидная, то есть, без каких-либо вот этих вот рандомных прям совсем цифр, типа, там, по 1000 урона с выстрела. Но, конечно, я не знаю, как на это среагируют многие игроки, потому что, естественно, ну, все привыкли, что КВ-2 или какой-нибудь Т49, если пробивает какого-нибудь борща, то он наносит ему, ну, 1000 урона, это, как бы, фишка такая. В итоге, разработчики, по сути, убирают эту фишку, всем ее любимую, и добавляют стабильный урон фугаса. Напишите в комментариях, что вы думаете, и обязательно, конечно же, зайдите на тест и сами попробуйте. Очень важно оставить свое мнение по поводу всего этого. Нравится или не нравится, потому что, если вы не оставите свое мнение, если вы не поиграете на тестовом сервере Песочница, то потом не нойте, когда, собственно, это все выйдет на основу, и, ну, вы уже никак повлиять на это не сможете. И, кстати, вы можете выиграть голду в этом видео, вам достаточно подписаться на канал, в комментарии указать ссылку на профит ВКонтакте и игровой ник. И также рекомендую сайт ВотГолд, данный сайт позволяет вам получить премиум танки, много золота, ценные призы. Также рекомендую перейти и воспользоваться рефератной программой и сборкой премтанков по чертежам. Итак, ребята, давайте пойдем дальше, посмотрим, какие еще танки поменяли. Ну, собственно, Т-49, у него альфа была 910, стало 330. А вторым фугасным снарядом, кстати, альфу сделали даже чуть побольше, 365 вместо 910. Пенхард ТБР-105, это кодесный ЛТ 10 уровня, фугасный. Ну, он не фугасный, но фугасный у него тоже мощный. И вот у него фугасом было 500 урона, стало 180. Ягдпанзер Е100, наш любимый, и тут у него фугасом можно было нанести 1400 урона, если повезет и спробьешь. А теперь сделали стабильный 415. Зачем, конечно, ну, в принципе, в некоторых ситуациях все-таки, наверное, можно так пульнуть. Там, в башне Е7 какому-нибудь на 415. Опять-таки, плюс-минус 25%, подчеркиваю это, чтобы вы понимали. Е100, у него было 950, стало 320. Охо, у него было 890, стало 320. Тип-5 хэй, фугасница, у него было 900 урона, стало 330. Но 900 урона, это, то есть, если вы пробиваете 900 урона, ну, я думаю, и так понимаете, как механика у нас работает в игре. То есть, по сути, ну, чаще всего вы не пробиваете, все-таки наносите там, я не знаю, 200, 300, 400 урона. Сейчас же стабильный танк будет наносить, я так понимаю, если я не ошибаюсь. То есть, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, 330 урона. Ну, и также голдовые снаряды фугасные тоже изменили. Было 900, стало 365 у Тип-5 хэви. Бабаху затронули нашу любимую, потому что, блин, как же у некоторых игроков полыхнет. Убран фугасный снаряд, собственно, урон фугасным снарядом, ну, то есть, хэш-фугас убрали, у которого пробитие высокое, добавили просто фугасный урон 480. То есть, 480 урона Бабаха будет наносить с выстрела. Это вот этот вот конкретно нерв для Бабахи, потому что, кто знает, основной урон Бабаха наносят при пробитии. То есть, это как бы и так понятно. Если оставят еще такую же перезарядку, а тут ничего не сказано, то это однозначно нерв, это уничтожение Бабахи. То есть, если с КВ-2, ну, то есть, он попал против, там, восьмерку, он мало кого-то может пробить. И он как бы стабильно будет по 330 кидать. Может быть, не так плохо это звучит, хотя тоже как-то странно. Но вот с Бабахой это все просто ужасно печально, потому что, ну, блин, она, основной урон Бабаха наносит именно при пробитии. То есть, именно вот, если повезло в бою, там, ты 10к настрелял, или, там, 8, 9к. В основном, это из-за того, что ты пробил кого-то. Т-110 Е3. Было 1100, стало 345, но на Е3 редко фугасы используют. Хотя есть такие, в принципе, сетапы тоже фугасные. Объект 268, было у него 1100, стало 330. Объект 268, вариант 4, было 840, стало 330. На фугасах СТРВ-103Б было 480, стало 170. Ну, я не знаю, кто вообще страдает фугасами на этой ПТ-САУ. ИС-7, было у него 640, стало 230. Ну, опять-таки, на ИС-7 в основном используют фугасы, когда пробить совсем не могут. И там и выходит, наверное, что, например, такой урон и вылетает. При этом разработчики написали тут, что урон у арты поднят. То есть, у Объекта 261 альфа была 900, стало 1000. У Т-92 альфа стало 1300. Потом, ну, было, вернее, 1300, стало 1440. Но по текущей информации, это баг, заявили разработчики. То есть, то, что у арты изменился урон, это ап, да. Но, короче, видимо, это ошибка какая-то. И апать арту не буду. То есть, эти изменения откатят потом. Такие вот пироги, ребята, и это, конечно, очень сильно может повлиять на нашу игру. Мне даже сложно представить, насколько сильно игра изменится, если эти изменения введут. То есть, я не могу себе представить, как отреагируют игроки, особенно, которые любят наносить на бабахи, там, по 1700 урона. Там есть такие игроки, которые прям кайфуют. Вот пробил кого-нибудь на 1700, и прям кайф, реально. И вот только ради этого играют. Я думаю, такие игроки будут в ярости, в бешенстве, потому что эти изменения очень даже такие серьезные. То есть, по сути, фугасные снаряды, те, которые мы помним, они могут исчезнуть полностью. Эти изменения, они не факт, что появятся в нашей игре, но очень вероятно, что они появятся. То есть, они, наверное, не появятся только в том случае, если большая часть аудитории будет резко против. Если многие, как бы, останутся в сторонке, никакого мнения не скажут, то в ВГ, наверняка, эти изменения введут в нашу игру. Так что, я советую поиграть вам на тесте и оставить свой фидбэк. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели данное видео. Желаю вам удачи. Пока. Пока.